Всем приветWork Днем рождения вас готов 24 сентября Спасибо Команда уже две игры сыграла и набрала два очка Ну для лидеров это мало Для нас это может быть нормально Ваш комментарий по матчу Ну, по поводу двух очков Вопрос спорный, конечно. Играя с такими соперниками, кто борется за лидирующие позиции в нашей зоне Пензы, хоть и находится на своем месте, на мой взгляд, футбол показывает очень приличный уровень, поэтому и в Курске, и здесь для нас, конечно же, очков. Это кое-что, но, опять же, находясь на дне турнира в таблице, без побед подняться очень сложно. А сегодняшний матч, могу сказать, что главная игра была, учитывая сильные стороны соперника, именно такой, как, в принципе, игра и выглядела. Контроль мяча у соперников очень приличный, и они в такой футбол играют со всеми соперниками, и с лидерами, и со всеми остальными. Поэтому мы попытались очень плотно и компактно сыграть в обороне, и задача была за счет быстрых ответных атак создать момент. По первому тайму предпосылки к этому были, но, в общем-то, некоторые игроки, которые выходили в быстрый ответ на атаку, немного неправильно распоряжались мячом, пытались на себя больше игрок взять, у нас практически не получилось атак. А во втором тайме, видимо, уже и усталость на игроках была, и соперниками наших, и поэтому появились моменты. И моменты мы создали именно за счет игры в пас, хотя акцент иногда наставился и на длинные передачи, с которыми Павлов боролся. Мы создали моменты, один из них реализовали, и, на мой взгляд, единственная ошибка, которая была допущена нашими защитниками, привела в голову наши вороны. Поэтому я считаю, что, в общем-то, результат закономерный, на мой взгляд, закономерный именно по моментам, которые созданы. Конечно, по контролю мяча мы значительно уступали, но, тем не менее, думаю, что мы услужили сегодня это мячью. В принципе, отмечу замены, которые сегодня провели. Они добавили активности, и стрелок, который вышел, и в обороне сыграл достаточно неплохо, и потом, когда перешел в середину поля, тоже добавил мобильности и активности в игре с мячом. И Ремезов прибавил напряжение на защитников. Я думаю, что вот именно это все в комплексе дало результат. Сейчас очередная игра у нас с лидером. Будем готовиться. Я думаю, что она будет намного сложнее. Тем более, что потеря Фолина, который получил, по-моему, четвертую карточку сегодня. Будем думать, как состав укомплектовать, что мы с лидером достойно сыграли. Несколько слов для болельщиков, которые ходят на стадион болеть за команду, и несколько слов для болельщиков, которые смотрят по телевизору в теплом кресле. В теплом кресле смотрят нашу команду? Конечно. На мой взгляд, футбол, игра живая. И смотреть вживую игру всегда приятнее. И получаешь больше эмоций, когда в кресле находишься. Наверное, тоже не переживают, но я призываю тех болельщиков, которые в кресле смотрят футбол, приходить на стадион. Могу спасибо сказать и тем, и другим, которые переживают эту команду. Мы стремимся всеми силами и своей игрой, и какими-то действиями, и рекламой привлечь болельщиков на стадион, чтобы именно количество зрителей повышалось в каждом матче. Мы понимаем, что это зависит и от фактора игры. На мой взгляд, сейчас уровень зоны такой, что каждый матч очень интересен. И не важно, кто играет в этом матче лидером или аутсайдером. В общем-то, результаты показывают, что неожиданности могут быть в любом курсе. Поэтому призываю еще раз болельщиков приходить на стадион, поддерживать команду. А мы постараемся со своей стороны показывать хорошую игру, порадовать. Вашу ли тарифу помочь? В целом, мы, конечно, больше владели территориальным преимуществом, особенно в первом тайме. Не хватало нам только штрафной агрессии, уверенных действий. Где-то один в один обыграть, создать остроту. Это связано с тем, что череда была у них неудачных матчей, и ребята потеряли уверенность. Второй тайм вышли, стали играть поострее. Как следствие, забили гол, могли еще второй забивать были моменты. К сожалению, не довели мать за победу. Хотя, в целом, конечно, мы ближе были к победе, чем к хозяевам. Поэтому обидно. Обидно упускать победы. В нашем соединении спорта с Эказоном будет ли он естественным или искусственным? Ну, в следующем году или... На странице Петза? Ну, да. Обещают, что-то я слышал на слухе, что власти хотят или к весне, или к следующему лету пострелить хороший газон. Есть такое желание. Мы ждем этого очень события. Мы тоже ждем здесь, в Миксер. Да? Мы тоже в Миксер ждем нового газона, но будет ли он. Мы на сегодняшний день и такому газону были бы очень рады. Для нас за счастье на таком газоне играть. У нас огород натуральный. Ну, понятно. Ну, у нас уже приходит негодность, поэтому стараемся, чтобы более современное, более нового поколения поселились здесь. Чтобы можно было более хорошим показом. Спасибо. 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 Спасибо.